Футбола Футбола первой части сезона Можем обсудить с вами Потому что действительно Меньше обсуждали Какие тактические нюансы Голы, очки А скорее обсуждали Кто как судил Это точно Потому что в последнее время Для нас, наверное, к сожалению Тема футбольного арбитража Причем не с позиций Его качества А с несколько иных позиций Выходит на первый план Их привлекает себе большой интерес А с каких иных позиций? Ну, наверное, с позиций Тех ошибок, которые допускаются судьями Во всяком случае Об этом говорится В средствах массовой информации Мы читаем об этом На страницах Печатных изданий И, на мой взгляд Вот эта тема судейства Качество судейства Она даже порой заслоняет с собой Футбол, собственно, как игру Вы накануне в программе «Свисток» Сказали, что когда даешь палец Тебе начинают откусывать руку по локоть То есть вы сказали Что надо уменьшить Вообще поток информации Касательно судейства Я немножко не так сказал И я имел не то в виду Я имел в виду Ту ситуацию, когда Мы сегодня Вы, наверное, видите это На страницах изданий На страницах интернет-порталов Достаточно много Даём информации о судействе Например, никогда не давалось решение Контрольной комиссии Которая сегодня рассматривает Ситуации, связанные с решением судей Сегодня мы публикуем Это будем, так, в открытом доступе Но порой Вот эта информация Которую мы, в общем-то, можем не давать Исходя из положений Конвенции ВИФА по судейскому образованию Но мы её даём Учитывая интерес слушателей Интерес зрителей Она порой подогревается Ещё и какими-то дополнительными комментариями Ну, например, на страницах некоторых изданий Появляются некие опросы Хорошо ли отсудил этот судья Повлиял ли его арбитраж На исход матча и так далее На мой взгляд, вот эти дополнительные Такие вопросы Ну, наверное, носят, на мой взгляд Несколько некорректный характер А у нас опрос Вы не возражаете? На странице Спорт.фм ВКонтакте Опрос Введение видеоповторов Уменьшит ли количество судейских скандалов? Да, считают 87 с лишним процентов Наших радиослушателей Хотя вы, насколько я знаю, против подобных мер И вообще вы, ну не то чтобы ретроград Да, вы консервативный человек в этом плане Вы знаете, я, наверное, попробовал бы Поставить себя на ваше место И задать вопрос Вот вам предлагают организовать Вот такую систему видеоповторов Как бы вы её выстроили? На мой взгляд, это достаточно неоднозначная система Ибо, работая до прихода в департамент В качестве инспектора на футбольных матчах А я их провёл 469 Достаточно часто после окончания игры Мне приходится идти в машину ПТС Телевидение Для того, чтобы просмотреть какие-то спорные фрагменты Я выбираю порядка 6-7 ракурсов Которые имеет телевидение В эфир обычно идёт, ну один, может быть, два ракурса И порой на одном плане я вижу, что это ошибка судьи На другом ракурсе я вижу, что это правильное решение Но у меня есть время У меня есть возможность открутить этот эпизод Сделать его, показать его, посмотреть его в замедленном темпе То есть у меня есть некий выбор У меня есть удобное кресло Когда я сижу перед монитором И меня не держит время Здесь же человек, который будет сидеть за монитором Должен моментально быстро принимать решение Перед ним тоже, естественно, экран с какими-то изображениями Того или иного эпизода И он должен принять то или иное решение Велика ответственность, велика Потому что, на мой взгляд, всё-таки чем он прекрасен в футбол? Он был прекрасен своей зрелищностью Ведь я, наверное, приведу такой простой пример из статистики Что игра сегодня в среднем продолжается в частоте 52-54 минуты Добавьте сюда необходимость каких-то остановок игры По причине того, что нужно отмотать, как бы, вот это время назад И вернуться, скажем, к назначению 10-метрового удара Игра не идёт Игра остановилась в каком-то участке поля Судья возвращается в штрафную площадь Назначает 11-метровый удар Потому что так ему подсказал человек, который сидит за монитором Теперь, насколько это квалифицированный человек Насколько это профессиональный человек Насколько его видение того эпизода, который был Совпадает с тем, что вообще реально произошло на футбольном поле Потому что согласитесь И самое главное, извините, мне кажется, что будут вопросы предвзятости Этого самого видеосудия Если будет момент спорный То можно будет легко утверждать, что он принял решение то или иное Спорное даже, по видеоповторам Потому что я хотел Я бы ни в коем случае не говорил сейчас о предвзятости Потому что, до мой взгляд, извините, это что-то некий домысл Это некие рассуждения Ну, на уровне, скажем, обывателей, сидящих на кухне Все-таки мы с вами профессионалы И должны понимать, что сегодня Ответственность судьи, да, она велика Но и судья сегодня, попав на высокий уровень арбитража Он, естественно, получает определенные преференции Ну, например, в виде той же самой заработной платы Да, она сегодня может не такая Не самая большая, между прочим, в российской премьер-лиге Не самая большая правильная, но, кстати, сегодня мы... И это очень неправильно, как мне кажется Хочу сказать, может, опережая вот ваш следующий вопрос Сегодня мы со всей стратой ставим вопрос И перед руководством Российского футбольного союза И перед исполкомом Перед российской футбольной премьер-лиге Я беседовал буквально вот не так давно С президентом Сергеем Геннадьевичем Пряткиным И человек абсолютно адекватный И он правильно стерегил на то, что нужно Поднимать зарплату судей И вот на следующем исполкоме мы как раз ставим вопрос о том Чтобы такая зарплата была поднята Но это должна быть не просто некая сумма Допустим, там, ну, условно говоря, 150 тысяч рублей за матч Я сейчас условно называю эту цифру Мы ее делим на три части Первая часть — это постоянная зарплата Которая идет судье для того, чтобы воспользоваться услугами медицинского персонала Воспользоваться услугами тренера, например Вторая часть — это базовая ставка за игру Ну, условно, там будет порядка где-то 80 тысяч Я сейчас условно называю цифры И остальная часть бонусная Чтобы получить бонус, он должен провести матч Мы сегодня, кстати, провели заседание рабочей группы По той программе, которую я подготовил Виталию Чемутко И мы сегодня договорились, что оценка 8,3 и 8,4 балла Он получает 100% бонус Оценка 8,2 балла — 50% от бонуса А оценка 8,1 и ниже — он ничего не получает То есть здесь сегодня в этом направлении идет такая работа И я думаю, что чувствую понимание, во-первых, со стороны руководства Российского футбольного союза Мне довелось встречаться с некоторыми руководителями футбольных клубов, ведущих И нахожу здесь полное понимание в этом вопросе И мы постараемся, я думаю, решить этот вопрос уже с начала второй части чемпионата страны 16-17 года Такая схема А возвращаясь к разговору о необходимости введения таких просмотров Вы знаете, на мой взгляд, на мой взгляд, да, техника должна использоваться Но она должна использоваться в одной, на мой взгляд, чрезвычайно важной ситуации Это определение взятия ворот Вот там она действительно нужна Хорошо, а я вот продолжаю эту тему Мне кажется, что я с вами согласен, что повторы, они глобально Именно повторы спорных моментов Вот, например, эпизод Скудряшова в матче «Спартак-Ростов», о котором спорили Не, ну здесь не об этом речь, наверное Так, не об этом Здесь речь о взятии ворот, во-первых Даже, ну, хорошо, пенальти Назначение, не назначение Хорошо, пенальти в матче «Крылья-Спартак» Тоже мнение разделилось, насколько я понимаю Ну, изначально И здесь даже видео-судья, он... То есть ты тоже против повторов? Таких, конечно, Игорь А как ты отметишь в матче «Крылья-Спартак»? Скажет судья, видео-судья скажет, пенальти был? Скажут, не было пенальти, что он говорит? Или наоборот Скажут, что он не квалифицированный Ну, если FIFA вводит видеоповторы Мне кажется, очень важный момент Да, извиняюсь Я выскажу здесь крамольную истину в вашем эфире Не все то, что делает сегодня FIFA Не все то, что делает сегодня UEFA На мой взгляд, способно кардинально улучшить качество арбитража Возьмите простой пример Дополнительные ассистенты судей, которые находятся за воротами Да? Да Я не владею сейчас статистикой Сколько было отличных решений Когда дополнительный ассистент помогал реально Изменить соотношение сил Помогая суде назначить 11-метровый удар Зачитать взятие ворот Но мы с вами знаем о том Сколько ошибок было допущено с тем же дополнительным ассистентом Потому что Понимаете, какая вещь? Вот все равно должен быть один человек Который отвечает за исход матча Это судья И его решение должно быть единственным Я могу находиться за воротами в качестве ассистента Я могу так видеть момент с этого ракурса А потом, когда мы с вами смотрим Какой-то телевизионный фрагмент Вы видите, что я подсказал И ту информацию И я допустил ошибку И за меня допустила ошибка судья Да, но с другой стороны, мне кажется, важный момент И вы об этом сказали О том, что взятие ворот Это абсолютно правильное техническое решение То же самое, мне кажется, рано или поздно Техника, я уверен, до этого дойдет Помощь техническая При офсайде Потому что офсайде действительно Здесь, мне кажется, должна помогать именно технике Вы знаете, здесь бы я тоже Не совсем бы с вами согласился Объясню почему Вот сегодня Одиннадцатое правило Это правило вне игры Которое было всегда очень проблемным На мой взгляд, в сегодняшнем Сборнике правил игры Которое выпущено и ФАП Оно наиболее детально проработанное И там есть очень много нюансов Которые никакая техника Не сможет, извините за этот термин Сохватить Понять Потому что есть моменты Когда игрок извлекает преимущество Из-за того, что он находится в положении вне игры Или игрок, находящийся за линией офсайда Как мы говорим Опосредованно влияет на Игрока, скажем, обороны Делая шаг к тему И находясь, например, на игровом расстоянии Это для техники сложно понять Здесь, конечно, должна быть сугубо строение системы Судей Мы сегодня отказываемся, скажем, чисто от судей Высшей группы, высшей лиги Первые дивизионы Мы называем их сегодня Высшая группа судей Она состоит из двух категорий Категория про Как мы ее называем Разбитая на три подгруппы Это судей премьер-лиги РФПЛ Ну, про Понятно, это наиболее Такие профессионально подготовленные Судьи Про-1 Это надежные судьи премьер-лиги И про-2 Это новички Дальше идет категория А Категория А Это надежные судьи первой дивизиона Которые могут в перспективе перейти Из одной группы Категорию про Премьер-лигу Категория А 1 Это надежные судьи второго дивизиона И категория А 2 Это новички Что из себя представляет схема То есть вот эта вторая часть Категория А Это некий молодежный состав Если применить его к футболному клубу Сегодня молодежь Да А категория про Это основной состав Вот ты судишь хорошо Ты остаешься в этой категории Со всеми Преференциями Со всеми годами Которые у тебя есть Так Ты получил одну двойку Ты получил вторую двойку Извини Значит сегодня Твое качество работы Не соответствует Тем требованиям Которые тебе предъявляются Значит ты переходишь В нижнюю группу Группу А А оттуда Мы имеем право В течение сезона Взять того человека Который сегодня Готов вот к этой работе При этом Мне не нужно Какого-то дополнительного решения Из полкома То есть из полкома Тверждает эту категорию Это вполне естественный процесс Который происходит В нормальном Профессиональном футбольном клубе Когда человек Играющий в основном составе И не дающий Должная отдача Должного результата Переходит в молодежку И там продолжается Какую-то работу Это просто была мотивация У судей Безусловно И поэтому Оставаться в категории И получается Мотивация Это сама позиция В положении В категории Про Плюс к этому Это чувство Что есть конкурент Рядом И все это подтверждается Еще и схемой Связанной С материальным обеспечением Ну а в студии Повелся Дмитрий Томниковский С выпуском новостей Дим Приветствуем тебя Да Всем добрый день Ну сегодня Произошло поистине Историческое Событие Впервые Главный арбитр матча Воспользовался Помощью Видеоассистента И назначил Пенальти Это произошло В первом Полуфинальном матче Клубного чемпионата мира Между Атлетикой Насианали И Касимой Антлерс И вот Виктор Кашай Воспользовался Помощью Видеоассистента Чтобы определить Было ли нарушение Правил в штрафной площади Колумбийской команды По итогам просмотра Венгерский арбитр Назначил пенальти Который Был успешно реализован Не отвертитесь Ну Один случай Это еще не система Эффективности Не подтверждение Работы Этой системы Как Что она Эффективна Должен пройти Конечно Определенный период времени Я просто себе Не представляю Понимаете Чем хорош футбол Вот Это зрелище Судейскими ошибками Ну в том числе А весь футбол построен На ошибках Ну да И даже история футбола Финал чемпионата мира Все построено на ошибках Бол маратоны Да все что угодно Мы можем привести с вами Массу примеров И наверное тоже Привлекает футбол И конечно Я не хочу сказать Что судейские ошибки Украшают футбол Нет Но к сожалению Без них тоже не обходится Это жизнь Это реальность И Понимаете Кто бы не был В моем кресле А было достаточно Много людей На этой позиции Все равно ошибки Есть Были И к сожалению Я уверен Что они будут Даже с видеоповторами Вот в чем Игорь проблема Видеоповторы Они не лишат Футбол Судейских ошибок Вот и все Они просто их Перенесут На ошибки Не судей А видеосудей Не надо же Отбрыкиваться Может они Может они Уменьшат Просто через 3 года Игорь Ты пожалуйста Не говори о том Что судья Видеосудья Был предвзят Хорошо Следующий Через 3 года Об этом не скажи Андрей Дмитриевич А вы не считаете Что введение Видеоповторов Если не искоренит То уменьшит Предвзятость арбитров В каких-то матчах Я категорически Против того Чтобы говорить О предвзятости Когда мы ведем Речь О соревнованиях Столь высокого уровня Как тот же чемпионат Набиры России Категорически против Потому что Я еще раз говорю Извините Я повторю то Что я сказал Обсуждение вопроса Предвзятости Но это где-то На уровне Посиделок За кухонным столом Но это есть везде В любой стране В любом турнире Есть разговоры От предвзятости Мне кажется Проблема нашего футбола Ну нашего судейства В том что На первый план Ошибаются все судьи Какие самые сильные судьи Но когда ошибаются У нас в чемпионате Говорят о том Что это было сделано Специально В пользу кого-то Как с этим бороться Знаете Один период времени Все-таки мы Как-то ушли Вот от этих разговоров О предвзятости Сегодня С появлением Таких Ну значимых ошибок Будем так говорить Я не скрываю этого Потому что они действительно есть С появлением Такого рода ошибок Вдруг возникают Такие разговоры Но на мой взгляд Возникает больше Разговоров Другого плана Когда Наставники команд Все свои недоработки Все свои недочеты И в том числе Тяжелое положение Материальное положение Клубов Пытается переложить На плечи футбольных арбитров А с Петраковым Пообщались? Нет Я сильно пообщался Потому что Он мне не позвонил У меня в общем-то Не было необходимости Звонить ему Единственное что я Сказал о том Что Наверное У нас есть Возможность При необходимости Обойтись без услуг Посредников Для того чтобы комментировать То что он сказал Тем более я Давно знаю этого человека С уважением к нему отношусь Это профессиональный человек И когда нужно Мы с ним не сильно общаемся В том числе Я бываю на матчах И Руев Говорим о тех Недосчетах Которые Допускают наши судьи А с Луческу В следующем году Будет меньше Московских арбитров На матчах Зенита По итогам жалоб Главного тренера Петербургского клуба Ну я в свое время Прокомментировал Выступление Луческу По этому поводу На мой взгляд Я сказал Что Напомню О симпатиях Московских арбитров Ну Это абсолютно Беспочвенное утверждение Потому что Симпатии судьи Я сказал тогда Они Ориентированы Только на собственную семью И на собственных детей Но никак не на Личного господина Луческу Или на его соперников Поэтому я бы вообще Не стал обсуждать Эту тему Эту эмоции Это в общем-то Если проследить историю Работы Луческа В том же Шахтере Ну Если повторяется Нет только в Москве Просто народу Очень много живет В любом случае Московских судей Мне кажется Будет больше Так и в Санкт-Петербурге Их тоже там много живет В Санкт-Петербурге Большой город В Москве больше То есть предлагаем Что бы он Петербургских судей Нет, просто я не понимаю, почему сейчас разговор Игорь вывел на количество граждан. Московских судей, кстати, не так много. Потому что их больше будет по-любому. А мне кажется, судей Москвы не так много. И не так много московских судей, особенно в премьер-лиге. Особенно пропорционально, если брать все города, которые есть. Да, их 6 человек у всех московских судей, в своей списке. Поэтому не думаю, что делают по году. А питерских сколько? Питерских, так, наверное, порядка, по-моему, 3-х человек. Слушай, все равно 2 раза больше получается. И какая-то проблема в этом, я просто не понимаю. Я говорю, что в этом никакой проблемы. На мой взгляд, вообще нет проблемы, если квалифицированный судья немецкий, условно говоря, будет судить сборную Германии. Вот когда к этому придут, тогда можно всегда говорить о том, что все, все подозрения в предвзятости, они отметаются. Но опять Игорь говорит о предвзятости. Мы опередили его предложение, потому что я хочу вам сказать, что еще со времен руководства Сергея Старченко, Российским футбольным союзом, а я тогда, был мой первый заход в эту организацию, мы тогда договорились на исполкоме о том, что арбитры, входящие в лист ФИФА, в том числе и московские, будут иметь право проводить матчи с участием московских команд, с иногородними командами. Я не вижу, что никакой проблемы, кстати. Не вижу. Согласен, абсолютно у нас реклама. Реклама В центре Москвы, где дворянские и великокняжеские усадьбы, в районе с уникальной исторической атмосферой и романтикой 19 века, мы строим новый клубный дом бизнес-класса «Басманный 5». Только до 31 декабря мы дарим новогодние скидки до 9%. Клубный дом «Басманный 5» от компании «МР Групп и Коалко» при участии группы ВТВ. Живите в центре столицы. Телефон 495-966-0766. Проектная декларация на басманы5.ру На старт, внимание, марш! Бизнес-кар объявляет новогодний марафон «Тойота». Только до 30 декабря. Новая «Тойота» с выгодой до 800 тысяч рублей. Не пропустите финальную распродажу года в «Тойота-центр Каширский», «Левобережный», «Лосиный остров», «Рублевский», «Битса» и «Серебряный бор». Звоните сейчас. 849-5-135-46-86. 135-46-86. Фейерверки со скидкой 70% от народной марки номер один в России «Русалют.ру». Фейерверки «Русалют» – народный выбор. Информация об акции «Скидка 70%» на сайте «Русалют.ру». Интерконференция. ОГРН-907-774-675-54-88. Город Москва. Проектная декларация и подробности акции на сайте «Баддифизквартал.ру». Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса с центром водных видов спорта «Динамо» и школами олимпийских чемпионов. Все это – жилой квартал «Березовая аллея». Новогодние предложения. Всего 7 лотов с отделкой в подарок. Звоните. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» – 620-46-64. Код Москвы – 495. Знаете ли вы, как непросто боксеру выбрать спутницу жизни? Нед Доннелли был отъявленным ловеласом. Однажды очередная подруга встретила его после тренировки, и они пошли погулять. Тут из сумерек вышел человек с ножом и потребовал у Доннелли кошелек. Нед уложил грабителя прямым в челюсть и наклонился посмотреть на него. В Ошиловке там простоит час сорок. Более часа на МКАДе, внешняя сторона от Боровского шоссе до Яснево. И внутренняя сторона Садового кольца от Воронцового поля до Ленинского проспекта. Час пять минут. «Спорт-ФМ» – 100% футбола. Продолжаем мы на «Спорт-ФМ» говорить о судействе. Нобеля Рустамяна Грикотмана. В гостях у нас сегодня глава департамента судействия инспектирования РФС Андрей Дмитриевич Будагозский. И продолжая разговор о видеоповторах и о том, что Игорь перевел пример решения на чемпионате мира среди клубов, которое было сегодня с помощью видеоповтора. Испанская Марка написала на своем сайте, что пенальти, назначен с помощью видеоповтора, сегодня в Японии был ошибочным. Об этом наш слушатель сообщил с помощью СМС-ки. Ворота Атлетика на Сиана. Но неважно, кого ворота, я к тому, что это может быть действительно... Нет, конечно, может быть уменьшится количество ошибок, безусловно. Безусловно, Игорь, это понятно, что меньше станет ошибок. Но я к тому, что нельзя искоренить полностью эту проблему, в принципе. Ее невозможно искоренить, даже с помощью 10 видеоповторов. Никто об этом не говорит. Другой вопрос, что от этого не уйдешь. Ну, вопрос, мне кажется, техника, я не знаю, как мнение ваше, как специалиста, техника должна приходить в футбол. И взятие ворот, и я считаю, я, конечно, дилетант в этом вопросе, но и офсайды, потому что это одна из самых спорных тем в футболе. Это можно фиксировать с помощью технического оснащения для арбитра. Мы говорили с вами по поводу квалификации ситуации, связанных с положением вне игры, потому что, наверное, это все-таки не очень простая проблема. Да, это сложная проблема. Я согласен с тем, что техника должна приходить. Но это должно быть все-таки не такой, не какой-то революционный вал вот этой техники, которая приходит. Вот давайте посмотрим, что сегодня из себя представляет наш арбитр. Он мне напоминает героя гражданской войны, патрос партизана Железняка, который был раньше на картинках детских книжек. Он весь вывешан лентами пулеметными, там у него висят гранаты, здесь у него висит маузер и так далее. Смотрите, сколько сегодня есть технических приспособлений у арбитра. Ну, во-первых, часы, а то и двое этих часов. Сотни не нужны? А? Часы не нужны? Нет, часы необходимы. Часы необходимы. Дальше. Некоторые судьи сегодня надевают специальную систему мониторинга работы сердца и информация, которая передается в соответствующие структуры судейской организации. Это тоже необходимая вещь посмотреть и давление, и готовность, и пульсовые данные и так далее. Дальше. Гарнитура. Гарнитура, которая касается работы с бип-системой, с флагами. Значит, она надевается на одну руку, и когда помощник надавливает на кнопку, звучит соответствующий сигнал. Это этот момент. Теперь специальный вот этот такой баллончик для отметки 9-метрового расстояния. Еще одна вещь. Ну и, конечно, собственно, коммуникационное устройство, представляющее из себя тоже определенный такой небольшой, так сказать, коробочку, и плюс микрофон, который еще есть у него, стоит еще и в ушной раковине. Вот посмотрите, сколько всего сегодня надето на суде его. Карточки еще свистов. Ну, я имею в виду про технические в данном случае. Но баллончик же это тоже как бы, это не революционное что-то такое новаторское. Баллончик и баллончик. Вы знаете, я все-таки ведь вот хотел бы о чем сказать. Вот у нас сегодня даже молодые судьи, начинающие, вы знаете, что помимо всего прочего, я еще и в 17 лет работал в центре футбольного арбита. Занимались мы подготовкой футбольных судей. И вот сегодня ребята, которые у нас уже учатся на старших курсах, заканчивают там на четвертый курс у нас выпускной, они уже начинают пользоваться вот этими биф-системами. Кто-то берет переговорные устройства, потому что в центре футбольного арбита есть 8 комплектов переговорных устройств. Но почему они пользуются? Потому что до этого мы учили их одной очень простой истине. Больной житейской истине. Что в основе взаимодействия судьи, прежде всего, лежит визуальный контакт. То есть судья должен постоянно видеть глаза помощника, помощник должен постоянно видеть глаз судьи. Вот когда вот это взаимодействие через визуальный контакт приобретает такой характер устойчивого навыка, тогда может быть можно по себе с пеной, так сказать, переходить и использовать каких-то технических средств. Да, есть вещи, которые вполне разумны. Но опять, вот смотрите, ведь почему мы сегодня говорим с судьей? У него должно быть двое часов. Остановились одни часы. Сегодня у нас практически все часы с батарейками. Это не механика. Значит, должно быть какой-то подстраховочный вариант. Флаги с биф-системой. Через какой-то промежуток времени аккумулятор садится, его надо менять. Это тоже вещь, которая может дать сбой. Поэтому мне все-таки хочется пожелать нашим арбитрам, особенно тем, кто только начинает работать, исходить из того, что все-таки, все-таки основной базовой вот моделью для взаимодействия является тот визуальный контакт, о котором я здесь только что говорил. А то, что касается баллончика, не знаю, насколько так, я не видел, но мне буквально вчера рассказали такой, знаете, хохму, как это принято говорить, когда в низкую погоду, судья нанес отметку в виде этой пены, она тут же замерзла, и потом взяли, ее куда-то перенесли на положенное расстояние в 9 метров. Надо ведь понимать простую вещь, что вот все эти предпособления, они в какой-то степени все-таки влияют на подвижность арбитра. Я действительно, я, может быть, человек старой эпохи судейской, но я вот не могу себе представить, что я надену на себя вот все эти прибамбасы, как мы сейчас говорим, и насколько легко мне будет перемещаться. Хотя, да, сегодня судьи успешно с этим справляются, они успешно передвигаются. Есть вещи, которые действительно разумны, и, наверное, их надо использовать. Но все это должно быть меру, да. Давайте еще одну тему актуальную поднимем, тем более вы, собственно, они уже сказали, что были ошибки. И я с этого начал. О том, что, к сожалению, осенняя часть чемпионата получилась несколько даже скандальной. Я думаю, что из 16 клубов, ну, наверное, все, почти все, 80% о судействе, не знаю, тренеры или футболисты, или руководители, о судействе высказались. Причем в негативном ключе почти все. У вас есть объяснение, как у руководителя? С чем связано такое количество судейских ошибок? Ошибок, которые были? Ну, для того, чтобы высказаться... От разных арбитров. Я понимаю. Для того, чтобы высказаться, надо, наверное, пройти определенный этап. От начала чемпионата до окончания его, так сказать, ну, условно, будем говорить так, первого круга. Но сегодня не совсем первый круг. Но он завершен, он завершен. Да, он завершился. Этот этап завершился. Чуть больше, чем первый круг. Я работаю полтора месяца. И, собственно, я уже, придя на работу в департамент, и получаю определенную информацию о том, как прошел тот или иной матч, а мы постоянно отслеживаем качество футбольного арбитража, мы просматриваем эти игры, мы анализируем их. У нас есть комиссия, которая специально принимает потом по ним решения. Действительно, могу сказать, что, к сожалению, в общем, в сфере туров получались ошибки, которые, ну, носят достаточно серьезный характер. Я имею в виду, это ошибки, связанные с демонстрацией карточек, из всех красных, или вторая желтая карточка. Это ошибки, связанные с назначением или не назначением 11-метровых ударов. Почему это происходит? Ну, возможно, возможно, опять, надо пройти все-таки более такой, полный цикл вот этих соревнований, чтобы сделать какие-то выводы. Думаю, что это, наверное, связано с такой усталостью, которая лежит в сфере психологии. Ведь у нас фактически мы столкнулись с моментом, когда практически каждый тур мы имели проблемы с тем, кого из судей назначить на какой-то матч. Потому что есть действительно матчи такого, как мы называем, их повышенной степени риска, чрезвычайно важные. И предполагаемый уровень игры, накал страстей должен соответствовать готовности судьи соответствующей провести эту игру. Здесь, конечно, были проблемы и полагаю, что в начале следующего этапа список судей вот этой категории провод будет расширен. Я думаю, что он будет достигать порядка 22-23 арбитров. Плюс вот эта та скамейка запасных, о которой я сейчас здесь говорил, для того, чтобы судей все-таки имели более ритмичную загрузку. Не каждую неделю, да? Да. Вы абсолютно правильно говорите об этом. потому что мы хотим применить достаточно простой алгоритм. Я его использовал, когда первый раз приходил на работу в департамент. Мы делали назначение судей на месяц. На месяц. И арбитр знал, что он будет работать условно во втором туре и в четвертом. Только арбитр знал или знали и команды? Нет, команды пока этого не знали. То есть арбитр знал, что он будет работать во втором и четвертом туре. Какие матчи он не знал работать? Какие матчи, да. Но за неделю до этой игры он получал информацию о том, какую игру он будет судить. Что мы здесь достигали? Прежде всего, арбитр мог планировать свою жизнь. Согласитесь, что это очень важно. И удобно, конечно. И удобно. У него есть семья, у него есть дети там с кем-то в зоопарк, пойти с кем-то, еще куда-то пойти. Плюс к этому, плюс к этому, есть еще один очень важный момент. Мы сегодня должны считать транспортный расход, должны считать деньги. Могу сказать, спроси такую цифру, что когда назначение происходит за неделю или там за пять дней, хорошие билеты, перерасход денег на бригаду составляет, вдумайтесь в эту цифру, от 80 до 150 тысяч рублей. Это огромная сумма. Да, которую можно, в принципе, отправить на зарплату игроку. Но это можно направить и на проведение сборов и на других мероприятий. Поэтому здесь и эта цель достигается тоже. Но главное, мне кажется, вот эта ритмичность назначения, когда человек знает, когда он будет работать, помогает ему все-таки распределить свои силы. Прервемся мы ненадолго, потому что мы тоже деньги считаем, не только российские судьи. Мы знаем, поэтому у нас реклама. Реклама. И простуды с гриппом. Ну, там, бульон и так далее. Ну, с бульоном, я думаю, у нас вопросов нет. С спагетти сейчас тоже, я думаю. Здесь, может быть, да, в Москве. Но, знаете, здесь есть наша специфика, которая, к сожалению, пока... Но вы действительно считаете, что без начальной команды Томска или Рубина или кого угодно нельзя делать спагетти в Казани или Томске? Ну, дело в том... Ну, просто я действительно немножко не понимаю суть проблемы. Мне кажется, наоборот. Вы согласны с тем, что контакт между начальником условно команды либо официальным лицом команды и судьей на камене матча это не совсем правильно? Ну, я не вижу здесь криминала. А Розетти что сказал? В Италии так же не делают? Ну, у них-то там по-другому. Ну, вот и все. У них должна есть схема. Но это сегодня... Италия, это, простите, не Россия. Не Россия. Понятно. Это не так сложно. Я просто понимаю, в чем суть проблемы? В спагетти или в такси? Я не вижу проблемы в контакте судьи скажем, с начальником команды. Поверьте, я достаточно много поездил, будучи инспектором и судьей. Я, например, на матчах соревнований премьер-лиги я, например, я не могу вспомнить, чтобы сегодня кто-то там приходил на ужин или на завтрак и говорил о том, что ты знаешь, вот у нас проблемы с очками. Нам надо выиграть. Мы тебе сейчас дополнительную порцию компота даем. Ну, могут не компота. Но дело, и даже не спагетти. Но дело не в этом. Дело в том, что, мне кажется, вот вы правильно сказали о том, что одна из проблем российского судейства это маленькие зарплаты. Я с вами согласен полностью. Мне кажется, вторая проблема это вот то, о чем я говорил. О том, какой-то у нас, видно, какое-то исторически неправильное сложилось представление о размещении судей в городах, где проводится матч. И за это отвечает хозяин как матч. Хозяин поля. Вы знаете, есть... Это мое мнение. Я может ошибаюсь. Может, действительно, это нормально? Если говорить о приоритетных проблемах, то для меня все-таки приоритетной проблемой является сегодня восстановление профессионального статуса футбольного арбитра. Вот мы сейчас этим делом занимаемся. У нас... Мы подготовили с моими... Я подготовил с моими коллегами два наших специалиста. Они, кстати, судьи. Один кандидат юридических наук Юра Рейзер, а другой из Вологды судья Евгений Кудряшов. Мы подготовили проект, который предусматривает внесение изменений в целый ряд законодательных актов и в том числе в трудовой кодекс. Вот он сейчас находится в Государственной Думе. Потому что судья, с одной стороны, эта профессия есть в реестре профессий трудовых, а с другой стороны, статус его сегодня не определен. Кто он вообще? Есть сегодня статус спортсмена, профессионала, но статуса судьи профессионала нет. И, наверное, сегодня все-таки по сравнению со спагетти вот этот момент является более важным и первостепенным для того, чтобы его реализовать. Нет, но это же долго реализовывать. А здесь можно просто отменить то, что хозяева принимают судьи и все. Отменить легко. Надо прежде всего выстроить систему вот этого сервиса, будем так говорить. Это несложно. Столько агентств этим занимаются, это вообще не проблема. Мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, но мы, комментаторы, тоже летаем. У нас тоже, конечно, мы тоже общаемся, ну, мы комментаторы, да, но мы сами это можем сделать. У нас есть трансферы, у нас есть отели, которые наша компания, то есть РФПЛ, бронируют, мы едем, останавливаемся, там нет прямого контакта с... Но, тем более, я, правда, могу сказать, что после завершения матча комментаторы контактируют с командой. Конечно, и судья может контактировать после матча. В чем проблема? До матча не совсем правильно. Некоторые комментаторы, я знаю, встречают футбольные клубы. Да, конечно. Это правильно? Но мы не влияем на ход игры. Ну, вы знаете, слово... Мы не влияем на ход игры. Вы знаете, я хочу сказать, что слово в эфире, которое касается судей, со мной раз очень дорого стоит. на ход игры мы не влияем, мы влияем на общественное мнение, это другой вопрос. Мы влияем на... На ход игры влияют судьи. А что сильнее может воздействовать? Конечно, если мы говорим о футболе, то результат самое главное. а ваше слово, не ваше личное слово, вашего коллеги в эфире, который вдруг видит некий момент, некий эпизод, говорит о том, что судья там неправ и начинает развивать вокруг этого целую проблему. И потом все это дело тиражируется в других средствах массовой информации. Ну, вы знаете, я скажу вам одну штуку. Вы знаете, я одно время ходил в одну популярную программу, ночную, вечернюю, на канале НТВ. Так? Плюс. И однажды там мы помогали и приходили специалисты, эксперты в области судейства, и однажды разбирался момент одного арбитра, хорошего очень арбитра, матча с одной очень такой популярной командой. И вдруг идет интерактивный опрос, а вопрос был поставлен следующим образом. Считаете ли вы, что судья, условно, Сидоров был предвзят в этом матче? Так? Потом идет подсчет голосов, и, как сейчас помню, порядка 75% респондентов, которые поддерживают эту команду, сказали, что судья предвзят. Вот цена слова, цена такой интерактивной строки, поэтому здесь, вы знаете, еще такие достаточно серьезные. хорошо, но в любом случае, я вас услышал. Да, это мнение, не более того. Что касается разговоров о судействе, вы согласны с тем, что одна из главных проблем нашего, вообще нашего отношения к судьям, о том, что у нас судьям не доверяют? Ну, я бы не сказал так, что судьям не доверяют. Я бы не стал так категорично говорить, потому что у меня нет таких данных о недоверии судьям. Другое дело, что это, наверное, не самая популярная персона среди каких-то спортивных должностей. Кстати, как и тренер, а это тоже. Не каждый тренер и любит, его любят, пока он приносит результат. Как только он перестает приносить результат, висят плакаты, кричалки и все такое прочее. Да, но судьи тоже любят, когда приносят результат. Не, я просто к тебе говорю, я к тому, что вот в Англии, мне кажется, ошибки даже хуже, чем у нас бывают, случаются в премьер-лиге. Не только в Англии, согласен с вами. Случаются ошибки, но какое-то отношение в Англии к судьям считают, что ну ошибся, значит просто, ну вот такой был момент, он ошибся, как человек ошибается и так далее. То есть никто не будет думать о предвзятости. А у нас, вот вы все время правильно делаете от слова, отходите от предвзятости, это логично и правильно, но мы к нему возвращаемся, потому что у нас почему-то все время мнение, ну у журналистов, у общественности, у болельщиков, что судьи в нашем футболе, они предвзяты. Вы помните про ложки, которые нашлись, а садок остался, и та ситуация, когда то ли он украл, то ли у него украли. Вот у нас вот такой менталитет, вы понимаете? Проблемы только в нашем менталитете. Я думаю, да. Вы знаете, мне Алексей Спирин, мой добрый коллега, рассказывал одну ситуацию, когда он поехал за рубеж, инспектировал эту игру по линии УФА какую-то, и его пригласили в какой-то там дом. Ну, типа экскурсии такой был. По-моему, английский, кстати, дом. И он с плавбона Алексея владеет английским языком, у них зашел разговор с хозяином дома за чашкой чая, вообще о судействе, так сказать. И он задает такой вопрос хозяину, а у вас критикуют судей? У хозяина глаза буквально лезут на лоб, он говорит, как, за что? Это, говорит, его бизнес, это его работа. То есть там отношение, так я понимаю, за слов Алексея Спирин, что там отношение к работе судьи именно как к его делу, как к его бизнесу и к этой деятельности относится с уважением. Вы знаете, все-таки сегодня очень остро стоит вопрос воспитания болельщика, воспитания зрителя, который смотрит футбол. И пока мы эту проблему будем решать, вот так, как мы ее сегодня решаем, я думаю, это еще будет долго продолжаться. Спасибо большое, Андрей Дмитриевич. Напомню, что сегодня в гостях у Спорт-ФМ был глава департамента судей и инспектирования РФС Андрей Будагосский. Ждем еще. Реклама Как же достало! Сбор не чистит, лифт сломался, припарковаться не жил. Ты что, теперь квартиру у меня? Знакомая ситуация. Вам просто нужно начать жить в позитиве. Новый жилой комплекс «Позитив». Квартиры в Москве от 3,5 миллионов рублей. 241-99-66. Код 495. Проектная декларация на сайте домпозитив.ру В такую погоду выйти из дома отважится каждый. Кроме тех, у кого есть новый Вольво В60 Кросс Кантри. Настоящий шведский автомобиль, готовый покорять зиму вместе с вами. Только до 30 декабря всех покупателей В60 Кросс Кантри ждет особое преимущество в 240 тысяч рублей. Подробности у официального дилера о Вольво Карс Мейджор Выгодные предложения в супермаркетах «Билла». Только с 8 по 14 декабря в сосиски докторские клинские 460 граммов всего 119 рублей 90 копеек. «Билла». Вот это мне по вкусу. Количество товаров ограничено. Подробности на «Билла.ру». Впервые в России волшебное созвездие Дисней. Новогоднее шоу для детей и взрослых. Рапунцель, Аладдин, Король Лев, Русалочка, Красавица и Чудовище и другие герои Дисней встретятся на одной сцене, чтобы спеть любимые песни вместе с вами. А еще вас ждут «Холодное сердце» и «Пираты Карибского моря». Суперхиты в исполнении звезд мюзиклов и Большого оркестра. И много-много чудес с 23 декабря в Лужниках. Билеты на «Тикетленд.ру» и «Кассир.ру». Категория 0+. Под Новый год «Татнефть» заправляет подарками. Просто заправляйтесь и покупайте товары в дорогу на АЗС «Татнефть» и вас ждут деньги на телефон, подарочные сертификаты и смартфоны седьмого поколения. Акция действует до 31 декабря 2016 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на промодифистатнефть.ру Пошла, пошла, поднажмем, чтоб праздник в новую квартиру. Ах, бороду-то зачем? Ничего, бороду тоже процентов на 10 подрезать можно. «Эталон Инвест» объявляет новогоднюю скидку 10% на все квартиры. Ряжем все, что отросло. Звоните. 37 и 5 восьмерок. 37 и 5 восьмерок. Проектная декларация на сайте эталондефисинвест.ру Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Ритмы спорта на «Спорт-ФМ». Эдуард Хиль. Трек «Трус не играет в хоккей». В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все... Следующей ночью до минус 16. «Спорт-ФМ». «Спорт-ФМ». «Сто процентов футбола». Продолжается программа «Сто процентов футбола». Нобеля Рустамяна Игоря Катманов. Благодарим еще раз главу департамента судейства инспектирования РФС Андрея Будагозского за то, что заглянул к нам на огонек. Ну и продолжается наш опрос на странице «Спорт-ФМ» ВКонтакте. Ведение видеоповторов уменьшит ли количество судейских скандалов? Да, считают около 87%. Нет, не уменьшат. Считают порядка 13% наших судей. Ну, я рад, Игорь, что ты относишься к большинству в этом случае. Я, кстати, раньше был против видеоповторов. Но, как человек... Ну, вот сейчас, да, потому что, ну, мнение это у людей меняется, да, и мне кажется, что все-таки видеоповторы это в определенном случае очень полезная вещь, да. Хорошо, Игорь, что нас ждет в ближайшем будущем с точки зрения матчей? Это тебе виднее. Ну, например, какая игра нас ждет в Италии, твоей любимой, в... Когда? Завтра? В субботу. 17-го. 17-го, не помню. А, я помню. «Ювентус Рома» играет. Центральный матч-тура, возможно... А, не в субботу? Да, возможно, решающая, возможно, решающая игра всего чемпионата Италии. Его говорит. Посмотрим, Игорь, давай взглянем на котировки букмекерской компании «Винлайн». В частности, компания «Винлайн» считает в этом матче фаворитом кого? «Ювентус». «Ювентус». Коэффициент у компании «Винлайн» на победу старой сеньоры в этой встрече 1.74. На ничью коэффициент 3.81. На победу команды «Рома» коэффициент у компании «Винлайн» 4.68. То, что «Рома» не проиграет, так называемый букмекерским языком «Х2». Коэффициент 2.10 у компании «Винлайн». Это очень вкусная ставка. Потому что я, честно говоря, убежден, что «Ювентус» испытает проблемы в матче против «Ромы», и я бы даже рискнул. А мы знаем, Игорь, коэффициент 2 рисковать против «Ювентуса» на «Ювентус». Но ничья устроит, понимаешь? Ничья. Ну, ничья, да, я думаю, устроит «Ювентус». А вот, например, ставка твоей любимой «Обе забьют» «Да», то, что обе команды отличаться в этом матче. Коэффициент у компании «Винлайн» 1.75. Вот такие цифры у компании «Винлайн» в преддверии матча «Ювентус-Рома» в среду 17 декабря. Спорт.ФМ Да, Игорь, мы продолжаем эфир. Игорь, ты можешь не молчать. Говори, говори на «Спорт.ФМ», разговаривай, это радио. Я не пойму, о чем говорим мы сейчас. Мы говорим о... Про Италию? Давай поговорим про Италию. Если мы говорим про «Рома Ювентус». Да, «Рома Ювентус» матч важнейший со всех точек зрения, потому что игра, как я уже говорил, двух конкурентов в борьбе за «Скудетта». Так как обе команды находятся наверху в таблице, «Винлайн» на первом месте, «Рома» на втором, и, что любопытно, разделяет команда четыре очка. То есть, любая победа, ну, просто победа «Ромы» в данном случае, и разрыв сократится до минимального. «Ювентус», по-моему, в прошлом году на этой стадии в «Еврокубке» не попадал, если меня не изменяет. Да, не попадал, но он стал чемпионом. Ну и давай поговорим о ближайших трансферах, да, громких трансферах, и не только... Твоя любимая тема, Игорь. Нет, это не моя любимая тема, это твоя любимая тема, как известного инсайдера, и не только о трансферах игроков, но и о новых тренерских назначениях. В частности, ты выдал информацию о том, что «Семак» «Семак» может возглавить Уфу. Да, выдал. Так. Ну, действительно, я даже скажу, что он не может возглавить, он, скорее всего, возглавит, потому что, раз уж Уфа сейчас ищет жилье для Сергея Семака, чтобы он переехал в Уфу, означает это лишь одно, что действительно сделка близка к завершению. Ну, это очень хорошо, я считаю, потому что Уфа, наверное, вот как раз-таки тот клуб... Но ты рад как специалист? Да. За «Семака». Я тоже. Сергей Богданович из Уфу, кстати говоря. Ну, из Уфу. Хотя мы же не знаем еще, как Уфа будет выглядеть при «Семаке», правильно? 8-925-4-2-93-2. Это наш номер вайбер и ватсап. И сразу же вопросы Нобелю. Так, что? Про «Спартак» и «Депая». Ну, я в это не верю вообще. Просто нет ни одной предпосылки, чтобы «Депай» перешел «Спартак». Так же, как нет предпосылок, чтобы «Дзадзу», да, перешел «Спартак». Ну, это вообще про «Дзадзу». Нет, про «Депая» я еще допускаю, что интерес может быть и может быть какие-то контакты с игроком, с его агентом, про «Месси» ему в сборной Голландии что-то сказал. Но про «Дзадзу» это, мне кажется, настолько неправдивая информация. «Зенит» может обменять «Шатова» на голкипера Краснодара Крицука. Вот еще такая новость. «Зенит» также может заполучить полузащитника атлетику «Паранаэнсе» Эрнани. Про «Эрнани» я слышал, я еще слышал про «Майо». Да, «Майо». Дай оценку, как специалист по южноамериканскому рынку. «Майо» очень крутой, он, во-первых, молодой. «Эрнани» тоже... «Эрнани» 22 года. Не старый, так скажем, да. «Эрнани» 22 года, Игорь. 22 года. «Майо» еще моложе. Да пускай, он был в Олимпийской сборной Бразилии на играх. Что касается «Эрнани», то это человек из атлетика «Паранаэнса», но он не играл за сборную Бразилии. Он известен прежде всего по своим выступлениям за юношескую сборную Бразилии. Да, он был основным игроком юношеской сборной России в Бразилии. Кстати, может, и Россия станет основной сборной. И на карандаше уже был давным-давно у различных скаутов из самых больших футбольных клубов. Нобель, скажи, чем про «Мес» хуже «Депая»? Сейчас он лучше «Депая». «Эрнани» круче «Майо». Ну, «Эрнани» просто уже такой раскрученный игрок, поэтому он и круче. А «Майо» он помоложе. 5533 в начале сообщения «Слово спорт». Пишите ваше сообщение, сейчас мы посмотрим. Так, ну это уже о судействе нам пишут. Что касается еще других последних слухов, то «Спартак» сделал предложение по покупке ганнского защитника. А «Мо», ты как человек, которому извести очень хорошо ганский рынок, я думаю, может дать оценку этом. Ну, хуже, чем «Тебе» латиноамериканский, я не слышал об этом. Ничего, к сожалению. А парень из «Гана» где играет? Понятия не имею. В «Гане», наверное. Я не знаю, кто такой «Аммоа». Я бы эту новость делил бы на два. Хотя, допускай, что «Спартак» как если молодой парень, как фамилия? «Ган» со фамилией, Игорь. «Аммоа». «Аммоа», если «Аммоа», возможно, действительно талант, грандиозный, возможно, «Спартак» его на будущее купит. Но пока я, честно говоря, «Аммоа», про «Аммоа» ничего не слышал. Сейчас мы уточним, где он играет. Давай пообщаемся пока с нашими слушателями. 8495-276-093-2 или 1-93-2. Есть у нас звонки. Феликс, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Феликс. У меня такой ответ на вопрос. Я считаю, что видеоповторы решат проблему с судьями, но мы потеряем зрелищность в матче. Почему? Потому что это удлинит матч. Люди приходят смотреть футбол на 45 минут первый тайм, 45 минут второй тайм. Соответственно, если смотреть видеоповторы, то это будет не 45 минут, а 50 минут. Соответственно, динамика футбола удлиняется. 40 секунд посмотреть видеоповтор. Вот сегодня 45 секунд судья потратил. На то, чтобы посмотреть видеоповтор, команда за судьей бегает, игроки. Иногда по полторы минуты, когда пенальти назначается. А вы вот сейчас говорите о какой-то динамике. Вот это тоже мне непонятно. В чем мы утратим динамику? Утратим мы Нобель динамику? Игорь, Игорь, я выяснил про ОМОА. По данным Ганна Сокернет, московский клуб уже сделал официальный запрос по трансферу 80-летнего игрока в его команду, команда Азам из Танзании. А, в Танзании даже? Можно даже в Ганне не играть? Да, в Танзании. ОМОА перешел в Азам в августе этого года и сразу закрепился в стартовом составе команды. Также он выступает за молодежную сборную Ганна Ю-20, действенно на позиции центрального защитника. Но вот этот самый парень по фамилии Аммоа, играющий в чемпионате Танзании, видимо. Ну, Ганна Ю-20, кстати, это все-таки уже нормально. Это уровень, я согласен, да нет, но Ганский футбол один из сильнейших на континенте, на африканском. Ну, на африканском континенте соглашусь, что Ганский футбол один из сильнейших. Здесь, конечно, без вопросов. В студии появился Дмитрий Томняковский с новостями. Еще раз добрый вечер, друзья. Ну, главная тема последних дней, это, конечно же, лишение России права на проведение чемпионата мира по бабслею и скелетону. Я напомню, что накануне Международная Федерация приняла решение перенести турнир из Сочи в другой город, какое будет определено позднее. Так вот, сегодня президент Федерации бабслея России Александр Зубков заявил, что сборная России не будет бойкотировать перенесенный из Сочи чемпионат мира. По словам функционера, российские спортсмены докажут, что являются мировыми лидерами и будут бороться за медали. В свою очередь, вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что нет причин для отмены чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. По его словам, мундиаль к докладу Ричарда Макларна не имеет никак... Ну, она и так, по-моему, уже к концу подходит. В свое время Ювентус, я помню, 25 лет, да, я хотел явиться. Так мало, а я думал, лет 27. Какая разница, 25 или 27, Игорь? 27, это уже ближе к 30. Глобальное значение не имеет 25 или 27. Почему не имеет? Я считаю, что имеет, потому что карьера футболиста очень короткая. Но 20 и 22, есть же разница? Нет. Для футболиста? Глобально нет. Ну как, 20 это подающая награда, а 22 уже все типа. Разница есть между 32 и 34, мне кажется, для футболиста. Чем старше, тем больше разница. 32 и 34 уже никакой разницы как раз-таки нет. Это уже все. С ярмарки Китая. Игорь, мы по-разному смотрим с тобой на футбол. По-разному. Я бы с удовольствием в 32 уехал в Китай на контракт. Какой? Там сколько ему предлагают? 18, по-моему, миллионов евро в год. Копечки. Это было с новостями, Дмитрий Горняковский. Игорь, ты столько не потратишь. Спорт-ФМ 100% футбола Или потратишь? Потрачу. Причем очень быстро. Не потрачу, а вложу. Так. Знаменитый инвестбанкир Игорь Катманов. Ну, у нас мы про Виталия Мутко говорили, да, давайте как раз-таки его и послушаем. Говорит он не о том, отберут ли не отберут в России чемпионат мира 2018 года, а о ходе подготовки к этому самому чемпионату мира по футболу в России. Прямая речь. Я никаких не вижу проблем, чем, собственно, касается чемпионат мира и там доклада Махлара, но они их отношения не имеют. Чемпионат мира мы готовим. Но надо исходить из следующего, еще раз, еще раз скажу. Мы не готовим же сегодня что-то для кого-то. Мы все, что делаем, делаем для себя, для развития своей страны. Мы как страна проводящая чемпионат мира по футболу. Чемпионат мира проводит ХИФА. Мы развиваем страну, устроим инфраструктуру. Вот вчера я был в Сочи, строятся новые современные поля, там тренировочные площадки, новые гостиницы, рассматриваются какие-то другие вопросы. Это в каждом городе. Так что в целом чемпионат, он даст толчок к развитию 11 городов, его инфраструктуры, занятости людей, дополнительные наследия. Мы работаем в этом направлении. Каких-то тревог у нас в этом плане нет. Тревог нет. Это радует. Да, это радует. Ну и радует то, что у нас очень много звонков. 276-093-2 или 1-93-2. Телефоны прямого эфира Спорт-ФМ. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Нобель Игорь. Спасибо за отличный эфир. У меня к вам такой вопрос. Насколько вы верите в тот факт, что Юрий Семин вернет локомотив Тараса Бурлака, Магомеда Астоева, там еще слухи были про Белелединову, Измайлова и Ерохина. Насколько это вообще реально и насколько это нужно локомотиву? Прям всех сразу, что ли? Или как? Вы говорите кого-то из этих игроков. Это реально то, что вернет. Но вот всех, кого вы назвали, думаю, нет. А надо ли этого локомотива? Ну, я думаю, тот же Аздоев бы не помешал. Ну, локомотив, я думаю, что из всех футболистов наиболее близок к приобретению как раз к Магомеду Астоева. Плюс, я думаю, что не будет проблем при желании окончательного локомотива приобрести Деньяра Белелединова, потому что очевидно, что в Рубине он по сути не играет. А что касается Ирохина, я думаю, что для самого Александра, конечно, предпочтительно остаться на весеннюю часть чемпионата в Ростове. Там будет Лига Европы. Соперник у Ростова не самый, на мой взгляд, сложный, из потенциально возможных, которые были изначально, это Спарта-Прага. Я думаю, что, безусловно, может... С одной стороны. С другой стороны, у Ростова часто бывают проблемы как раз-таки с вот такими командами, да? Ну, возможно, ничего исключать нельзя, но в целом, я думаю, что... Проходимый, да. Проходимый соперник, а дальше уже 1-8 финала, что, в принципе, довольно близко до главного матча. Ну, в смысле, до решающих стадий уже. Ну, а решающий стадий, это военно-садий, 4-й финал, все начинается. Поэтому, безусловно, безусловно, я думаю, что тот же Ерохин вряд ли в локомотив перейдет. Аздоев, Бурлак, да, вполне возможно. Правда, надо понимать, что и Рубин тогда будет испытывать проблемы с центральным защитником россиянином. Платон, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, да. Не хотите говорить? Ну, ладно. Александр, тогда мы с ним пообщаемся. Александр, добрый вечер. Алло. Слушаем вас внимательно, да. Да, добрый вечер, уважаемые ведущие. Прекрасный эфир, спасибо вам огромное. Возвращайтесь в 100% футболу с Бубновым. У меня вопрос такой, что вы думаете, придет ли Федор Смолов в один из немецких клубов зимой? И второе мнение по поводу повторов. Я считаю, повторы однозначно нужны, причем было бы неплохо, если бы повтор, кроме того, что его просматривают в суде, еще и выводился на большой экран. Я думаю, это только добавило бы огня. А еще лучше голосование сразу. На каждом месте лежит джойстик, зеленая и красная кнопка, согласен или нет? И потом так. Звонок другу можно еще. Нет, как голосование. Был пенальти или нет? Болельщики голосуют, смотрят повтор, голосуют, и как проголосуют, такое решение будет принято. Давайте мы все же будем... Я думаю, тогда побеждала хозяйская команда. Ну, конечно, поэтому давайте мы не будем превращать футбол в... Огонь. В огонь. А что касается Федора Смолова, вы знаете, я скорее поверю и верю в то, что Баруси Дортман интересуется Азмуном, чем Смоловом. То есть, Смолов, конечно, тоже футболист талантливый, может перейти в английскую команду, в немецкую, но если говорить о Баруси и замене потенциальной Абамиянгу, то это скорее всегда Азмун, чем Федор Смолов. Я согласен. Это скорее Азмун. Меня просто новость немножко удивила про Федора Смолова. Тут на меня еще в эфире все слушатели накинули, что, а, как он такое может говорить, какой Смолов и Дортмунд. Ну, я до сих пор так считаю, что, ну, не знаю. Что ты сказал? Что это не так. Я тоже в это не верю. Дортмундская Баруси. Я верю, что может Баруси и Мехи Гладбах быть вполне. Я верю, что может быть любой другой немецкий клуб. Просто Баруси и Дортмунд, мне кажется, она делает ставку на футбол. В другой немецкий клуб он не поедет. Зачем ему ехать в условный Майнц на зарплату смешную? Игорь, ну, зарплату с тобой не знаем его. Просто я так... Я догадываюсь, сколько ему в Майнце положат и сколько в Краснодаре. Что тут знать даже не надо? Что, не так, что ли? Нет, так, так. Все так. Ну, поэтому я думаю, что здесь сам Смолов. А уровень Дортмундской Баруси, ну, я не думаю, что Баруси прям так заинтересована Федоре Смолове. Мне кажется, что вообще сейчас все в Краснодаре устраивает. Тем более, что как игрок он там стал прогрессировать. главное, чтобы он сам хотел играть в Европе. Если он хочет играть в Европе, то это будет замечательно. Он уже играл, кстати. И на Орде. Он там был в аренде. Федор Смолов, из-за московского Динамо, между прочим. Да, из-за московского Динамо тоже выступал. Ну что ж, у нас впереди реклама, потом выпуск новостей, а потом мы, Игорь Котманов, Нобел и Рустамян, продолжим с вами общаться. Реклама. Здравствуй, Дедушка Мороз. Ты подарки нам принес? Да, принес. И не один. От застройщика Апин. Вот готовая квартира. А цена? 2 миллиона и 4. А еще в подарок кухня. Чтоб друзья сказали, ух ты, 104-3-3-1. Не тяни, звони в Апин. 104-3-3-1. Будем счастливы в квартире от Апин. Реклама. Декларация и условия акций на Апинру не является публичной офертой. На старт, внимание, марш! Бизнес-кар объявляет новогодний марафон Тойота. Только до 30 декабря. Новая Тойота с выгодой до 800 тысяч рублей. Не пропустите финальную распродажу года в Тойота Центр Каширский, Левобережный, Лосиный остров, Рублевский, Битца и Серебряный Бор. Звоните сейчас. 849-5-135-46-86. 135-46-86. Отличная новость для футбольных болельщиков. Матчи английской премьер-лиги снова на огромном экране в кинотеатре «Формула кино Европа». Уже в эту субботу, 17 декабря, в 18 часов, Манчестер-Сити против Арсенала. Бронируйте места заранее на сайте формулакино.ру и приходите болеть за любимую команду. Торопитесь. Количество билетов ограничено. Формула кино Европа ждет вас. 12+. Новогодние праздники в поселке Кембридж уже начались. До 31 декабря вы можете приобрести готовые таунхаусы со скидкой до 20%, а также при оплате 50% от стоимости дома вы получите прекрасный новогодний подарок. Смартфон iPhone 7. Ведифис Кембридж.ру Выгодные предложения в супермаркетах Билла. Только с 8 по 14 декабря бананы всего 49 рублей 90 копеек за килограмм. Билла. Вот это мне по вкусу. Количество товаров ограничено. Подробности на билла.ру Дорогой, я слышал у тебя был хороший год. Есть перспективы? Может тебе пора улучшить свой английский? Если ты имеешь в виду английский автомобиль, то да, я узнал сейчас идеальное время. Только с 16 по 18 декабря Land Rover Fest в Дженсер. Три дня уникальных предложений. Персональные условия покупки, которых вы так долго ждали. Подробности у официального дилера Land Rover Дженсер по телефону 495-788-5588. Предложение ограничено и распространяется на новые Range Rover Sport и Discovery Sport. Как же достало! Гор не чистят! Лифт сломался! Платят! И парковаться не жит! Ты что, теперь в квартире у меня? Знакомая ситуация. Вам просто нужно начать жить в позитиве. Новый жилой комплекс «Позитив». Квартиры в Москве от 3,5 миллионов рублей. 241-99-66. Код 495. Проектная декларация на сайте домпозитив.ру. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Димка Сахрова от Малой Островомовской до Тургеневской площади час сорок минут. Продолжается программа «Сто процентов футбола». Нобеля Рустамян Игорь Катманов в студии «Спорт-ФМ». Напоминаю, наш вайбер ватсап 925-4-двойки 93-2. Так что можете писать. Также звоните 276-0-93-2-1-93-2. Код Москвы вы тоже все прекрасно знаете. Код Москвы 495. Итак, в подтверждение слов Нобеля вот такая информация, что нападающий Ростов Сердар Азмун заинтересовал сразу несколько клубов английской премьер-лиги. Но один известный был еще Летом, Игорь. Об этом сообщает Шпигель. Нет. Не Шпигель. ТАСС. ТАСС. Со ссылкой на источник знакомые ситуации. Знаю, знаю, это источник. Летом еще этого года предметный, как любят говорить, интерес к Азмуну проявлял, знаешь кто? Ливерпульский Эвертон. Хорошая команда. А знаешь, почему? Почему? Ну, не знаю. Не только, что Азмун прекрасный футболист. По мне, он действительно очень качественный игрок. Но еще и по другой причине. Потому что он иранец. Ты правильно мыслишь. Выход на новые рынки? Нет, Игорь, ты неправильно мыслишь. Дело все в том, что владелец команды Эвертон Фархад Мошери. Это довольно известный бизнесмен с иранскими корнями. Ну, кстати говоря, он один из ближайших соратников, партнеров, скажем так, Алишера Усманова. И поэтому очень часто ну, не то, что путают англичане, но допускают, что Алишер Усманов также является одним из акционеров Эвертона. Но Мошери, конечно же, официально президент, владелец команды Эвертон. И, собственно, по этой причине часто говорят о том, что ему было бы очень приятно, что помимо того, что Азмун очень сильный игрок, он еще иранец его земляк. Ну, Мошери, наверное, с английским паспортом. Естественно, он живет в Англии очень давно, он, собственно, англичанин, ну, великобританец, скажем так. Есть у нас звонки от радиослушателей. Добрый вечер, Олег. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Нобрый. Хотел бы задать вам вопрос по серии А. Скажите, пожалуйста, как завтра будет доигрываться матч между Джену и Ферентиной? Команды отыграют 17 минут первого тайма, потом уйдут на перерыв, либо время недоигрываться. У вас ставка, да? Нет, ну да, и это тоже есть. А, да нет, ну конечно, играют, ну как, будут играть 17 минут, конечно. То есть 17 минут доигрывают, потом уходят на перерыв и играют тайм, да? Да, да, да. У вас что-то не доехало или наоборот? Нет, я на тот матч не ставил, я хочу поставить на тотал меньше двух. А, ну ведь дают же меньше двух уже, а не меньше двух с половиной. А там какой счет-то был? 0-0, да? Я вот сейчас уже, честно говоря, не вспомню Джену и Ферентина. Да, 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 Игорь, ну раз такое дело, раз ты так глубоко погружен в букмекерские дела и не зря ты считаешься в узких кругах специалистом. Узких, очень узких. Не, ну, Игорь, ну почему? Ну ты действительно в этом глубоко понимаешь, поэтому, конечно же, мы скажем и расскажем точнее о том, какие матчи нас ждут в европейском футболе и в том числе в Англии, потому что в Англии, между прочим, нас ждет тур, который действительно на многое может повлиять. Какой тур? Шестнадцатый. Да, шестнадцатый. Напомню, что в Англии действительно борьба получается увлекательная со всех точек зрения, потому что в Англии удивляет Манчестер Сити, который, к сожалению, для болельщиков Гвардиола, например, играет не слишком удачно в последнее время, но вот тур, который играется в эти дни, в том числе сегодня, но он действительно очень важен для всех. И, в частности, давай поговорим. Какая игра наиболее интересная для тебя? Ну, для меня наиболее интересная. Сандер Ленчелси сегодняшний матч, лидеры чемпионата Англии. Или все же Манчестер Юнайтед Кристал Пелес? Наверное, все-таки. Или Мансити Уотфорд? Да, пожалуй, вот это. Ну, потому что Уотфорд интересен тем, что Мадзари. Мадзари, да. Мадзари все-таки или нет? Или Мадзари. Мадзари, по-моему, по-итальянски. Хорошо, Игорь, как скажешь. Компания Винлайн дает свои, естественно, цифры, свои коэффициенты на эту встречу. И победа, победа Манчестер Сити оценивается букмекерами из компании Винлайн в 1.32. На то, что в этом матче будет ничья 5.76. На победу Уотфорд на выезде на Этихат коэффициент 9.04 у компании Винлайн. Ну, и любопытно, что гол, ты веришь в гол Уотфорда? Да. Гол Уотфорда оценивается в 1.64. Они тоже верят. Компании Винлайн, да. А знаешь, сколько стоит гол Манчестер Сити? 1.01. 1.05. Столько стоит гол Манчестер Сити? Это линия компании Винлайн. Но я бы выбрал то, что Уотфорд забьет. Да, очень неплохая ставка, хотя и, так скажем, не самая жирная по коэффициенту. Ну, и Уотфорд, кстати, не самая забивающая команда в Англии, между прочим. Да, но при этом Уотфорд довольно уверенно играет против больших клубов. Да, и в последнем матче, кстати, Уотфорд забил аж 3 гола, потому что они обыграли Эвертон. Эвертон, который очень популярен в последнее время в России, и Азмун, и кто еще? Кому еще интерес приписывают к Эвертона? Из российских игроков? Да. Я не помню. Алану Дзагоеву? Ну, Алану Дзагоеву уже давно много чего приписывают. Ну, я говорил много раз, мне кажется, из всех футболистов РФПЛ. Хотя, в принципе, наверное, вот в Эвертоне интересно было посмотреть. Я считаю, что Дзагоев самый готовый футболист из российских для игры в Европе. Причем в любом клубе. Ну, не в любом, кроме, наверное, 5-6 клубов мира там против. Наверное, будет непросто пробиться в состав. Мягко скажем, Реала, Барселоны. Но Эвертон близко к топам, так скажем. Ну, да, это по топ. Топ по топ. Да, второй уровень. Ну, как говорил Стойбе Дагоцкий, деля судьи на разные категории. Про, про и уже те, кто близко к этой категории. Ну, а в студии появился топ-новостник, Дмитрий Томняковский. И получается слово от топ-ведущего Игоря Катманова. Ведущих, я бы сказал даже. Смотрите, есть парочка трансферных новостей любопытных. Полузащитник Рубина Алекс Сонг согласился продолжить карьеру в Турции. Сообщается, что футболист присутствовал на матче Лиги Европы между Османлы Спором и Цюрихом, где стороны согласовали условия личного контракта, срок которого рассчитан на три года. Теперь турецкий клуб ведет переговоры с Рубином об условиях перехода. Нобель, потеря для Рубина? Я думаю, нет. Раз они сейчас пытаются всеми силами разгрузить зарплатную ведомость. Нет, договориться с МВИЛА о продлении контракта. Наверное, из двух таких больших опорников. Надо делать выбор. Надо делать выбор. А МВИЛА они оставляют, да? Хотят оставить. Не факт, что оставят, но хотят. А в свою очередь Краснодар в ближайшее время может пополниться защитником сборной Эквадора Кристианом Рамиресом, который в настоящее время выступает за венгерский Ференс Варош. Сообщается, что футболист присоединится к быкам уже на первом сборе, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, и Краснодар подпишется игроком долгосрочный контракт. Я не знаю такого игрока, как Кристиана Рамиреса Игорь. Я только имя помню. Думаю, всех эквадорцев знаю. Я когда прочитал Рамирес, я думал, тот самый исчелся. Не, ну, Ференс Варыша тем более играет. Я как-то не смотрел матчи Ференс Варыша. Да, ну и несколько нефутбольных новостей, но достаточно важных. Баскетболистки Екатеринбургского ГМК в гостях разгромили Оренбургскую надежду в матче шестого тура группового этапа Евролиги 88-59. Для подопечных Роберта Инигиса это поражение стало первым в турнире и теперь у ГМК и Надежда делят лидерство в турнирной таблице группы Б. По итогам матчей второго тура финала шести Кубка России по волейболу среди мужских команд стали известны пара полуфиналистов. Действующий чемпион России Казанский Зенит в трех партиях обыграл новосибирский локомотив и вышел в полуфинал с первого места в группе А. Его соперником станет московская Динамо которая также в трех сетах победила Газпром Югру а железнодорожники за выход в финал поспорят с Белогорием. Ну и достаточно любопытная на мой взгляд новость может быть даже где-то веселая волейбол на снегу признан официальной спортивной дисциплиной в России. Соответствующие решения Я жду когда будет Дима, извини футбол на снегу официально признан. Я так понимаю что мы придумываем новые виды спорта потому что сейчас нас дисквалифицируют из разных дисциплин отнимают чемпионаты так что надо где-то участвовать. Как-то ты все грустно описываешь для российского будущего. Ну и тем не менее вот соответствующее решение о признании волейбола на снегу было принято сегодня в ходе заседания комиссии Минспорта члены комиссии проголосовали единогласно. Напомню что впервые в истории выставочный турнир по волейболу на снегу состоялся в мае этого года на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи в этом сезоне этот вид спорта был официально признан Европейской конфедерацией волейбола и был проведен первый в истории европейский турнир. Вот и рассказал новость и смотри как лицо у Игоря изменилось. Помрачнел. Да помрачнел Игорь явно расстроился. Да я рад за волейбол. С Курбаном Бердыевым да что тот был тренером Спартака не получилось не срослось там полускандальная история остался Каррера которого собственно в долгую никто не рассматривал у него пошло и так далее но это не победа структура Спартака так сложилось обстоятельство хотя конечно Спартак этим грамотно воспользовался тем что сумел дать возможность Каррере работать и соответственно Каррера этим грамотно еще воспользовался. но и Каррера и Спартак все получилось но понятно что Спартак должен развиваться развиваться как клуб строить свою систему что касается Росси я в это не очень верю потому что пока я не нахожу подтверждений возможно это правда возможно но пока я не нахожу подтверждений плюс ко всему прочему не забывай что уж слишком размыта получается должность скаут по европейским по западным даже европейским но уже ограничено да будто бы Спартак команда которая ежегодно покупает 5-6 футболистов из Европы это же не так Спартак в принципе команда которая ищет футболистов на собственном рынке в российском так часто бывает пусть легионеров но именно из России поэтому слишком размыта получается должность у нас звонки есть и мы приветствуем в эфире Спорт-ФМ Олега добрый вечер а Вячеслав прошу прощения здравствуйте алло здравствуйте здравствуйте Ноби Лига приветствую вас приветствуем вас ребят у меня к вам два вопроса если можно первый как вы относитесь к утверждению Василия Уткина через твиттер он сказал что тренер ЦСКА следующий не продержится дальше августа вот и второй вопрос конкретно к Ноби тебе чем намажет Леонид Арнольдович наш бутерброд красно-белый кто к нам придет скажи пожалуйста реальные слухи ну вы знаете пока некоторые фамилии не стоит называть атака из самых реальных ну Самедович как все получилось не очень правильно потому что всем все известно но стороны не могут договориться о сумме компенсации за Самедова что касается Романа Шишкина то это вероятно но еще опять-таки не факт потому что Локомотив довольно редно соотносится к тому что именно Спартак хочет купить игроков что касается остальных футболистов которых Спартак ведет ну наверное стоит ждать нападающего хорошего качественного нападающего ну а что касается тренера нового тренера ЦСКА Виктора Гончаренко то здесь посмотрим да я думаю что от многих факторов будет зависеть по сути быстро завершали свою работу в ЦСКА только иностранный тренер при Евгении Гиннери но Гончаренко тоже иностранный нет хорошо Гончаренко хорошо Игорь тренеры из дальнего зарубежья Артур Жоржи если ты помнишь такого Зико и Хуан де Рамос они все работали примерно по полгода каждый даже меньше Рамос еще 3 месяца работал ну так вот а что касается специалистов российских и Газаев и Слуцкий они все работали очень долго победные и так далее я Гончаренко отношусь уже к российской школе ну к нашим людям поэтому я думаю что даже если у Гончаренко не получится в первый год выиграть титул чтобы у Слуцкого был да например или в первые 2 года а будут ли от него требовать выиграть титул Игорь ну это уже второй вопрос я говорю о том что если не выиграть титул это не будет решение уволить да или убрать я думаю что Гончаренко будет работать достаточно спокойно и в комфортных условиях это в принципе такой фирменный стиль ЦСКА если позволишь такое выражение хорошо фирменный стиль ЦСКА ну а в студии появился ведущий программы на все 100 Дмитрий Дерунец человек со своим неповторимым фирменным стилем ну не таким наверное как у ЦСКА Гончаренко хоть мы его еще не видели но тем не менее спасибо на добром слове Игорь привет Нобель привет привет естественно через несколько минут будем обсуждать в программе на все 100 важную тему которая пришла которая ударила по нам в концовке дня минувшего у России отняли чемпионат мира по бабслею скелетону обсуждаем в разрезе что дальше это просто событие которое вытекает из доклада Макларена само собой шумиха спортсмены скандалы чтобы этой шумихи избежать у нас отнимают и переносят в другой в другой соответственно страну в другой город мы не реагируем абсолютно на это или реагируем так спокойно нам нужно реагировать жестче добиваться встреч на самых высоких уровнях или же какого мнения придерживаются наши слушатели это только первая ласточка и следом за чемпионатом мира пойдут и другие а ты сам как думаешь я так думаю что нам нужна гораздо более жесткая реакция потому что мне кажется то что сейчас мы слышим из уст наших руководителей в очередной раз сегодня Виталий Мутко заявил о том что мы не переживаем за чемпионат мира по футболу не переживаем за Кубок конфедерации мне кажется мы должны понимать что отнять у нас чемпионат мира становится гораздо проще вот на этой порте это не связано с чемпионатом вот по повсилею при всем уважении к этому виду спорта а к скелетону а с Маклареном нет ну вообще так вот Макларен отдельная история а что касается то что я не согласен отдельных историй мне кажется тут уже нет Дима это вообще это разные весовые категории чемпионат по бабселею и скелетону при всем уважении при всем уважении к людям которые ныряют рискуют да рискуют мне кажется им здоровьем особенно скелетон скелетон головой вниз я всегда переживаю это очень опасно головками вперед как ты сказал это очень опасный вид спорта и чемпионат по футболу немножко другие масштабы с твоего позволения безусловно но вот я тебя спрошу США прямо сейчас ну не прямо сейчас полтора года ровно полтора года осталось до чемпионата мира по футболу США готовы провести его? Я в Австралии я думаю готова я думаю что FIFA они готовы потому что это будет грандиозный скандал в том числе спонсорский в том числе по организации в том числе по логотипам что будем делать с Забивакой? спокойно проведем турнир дворовых команд что будет Забивакой? Забивакой это уже офиц Дима пойми одну простую вещь что будет с послами чемпионата мира по футболу одну простую вещь чемпионат мира проводит не Россия вы прекрасно это все понимаете чемпионат мира проводит FIFA FIFA проводит чемпионат мира в России потому что FIFA так решила выбрал Россию место проведения скажи пожалуйста спонсоры очень важный момент всегда для чемпиона мира спонсоры которые не сравнимы со спонсорами чемпионата по повслее как ты понимаешь опять же но откуда спонсоры прежде всего где они базируются? Неужели спонсоры не смогут реализовать свою продукцию и тогда поверь Если бы решали спонсоры, в основном американские компании все, они бы еще при выборе хозяйки чемпионата мира в декабре 2011 года бы дали чемпионата мира в Америке сразу. Ну тогда бы он вообще бы оттуда не вылезал, раз уж так рассуждать. Но сейчас спонсоры-то подкреплены в ситуации политической ситуации. Спонсоры уже инвестировали гигантское количество денег, многомиллионные инвестиции, в том числе рекламные и другие, в Россию. Спонсоры мне очень выгодно, чтобы чемпионат сейчас переносили обратно. Мы видим, какая полемика вызывает даже у нас в студии этот вопрос. Продолжим вместе с мнением слушателей уже совсем скоро. Слушайте программу на все сто, ну а Нобеля Рустамяна Грекотман с вами прощаются. Забивака, спи спокойно, всем удачи. Проектная декларация и подробности акции на сайте padifizkwartal.ru Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса с центром водных видов спорта «Динамо» и школами олимпийских чемпионов. Все это – жилой квартал «Березовая аллея». Новогодние предложения. Всего 7 лотов с отделкой в подарок. Звоните 495-212-9090. Солнце жжет, потому что это гигантский шар из водорода и гелия температуры полтора миллиона градусов. А Петрович жжет, потому что щедрый. Щедрые цены по акции «Петрович жжет» в строительном торговом доме «Петрович». Комплект мебели для ванны всего 5999 рублей. Подробности на petrovich.ru Цены действительные до 29 января. Количество товара ограничено. ОСТД «Петрович». Санкт-Петербург. Улица Салова, 46 лидера В. ОГРН 106-784-754-56-55. Вы знали, что квадратный метр может быть круглым? Представьте. Развитая инфраструктура, детские сады, лучшая школа Новой Москвы, профессиональный спорт во дворе. Все это вокруг ваших метров. В жилом комплексе «Новая звезда». До 27 декабря скидка 10%. КРОСТ. Территория, заботы и счастье. Телефон 795-0888. Код города 495. Проектная декларация на сайте крост.ру. Те, кто стоит, сядьте. Те, кто сидит, сидите. У нас для вас новость, от которой может закружиться голова. Теперь Volkswagen Tiguan можно купить от 1 миллиона 119 тысяч рублей. Указанная цена достигается при покупке Volkswagen Tiguan 2016 года. Выпуска в комплектации Trend & Fun Volkswagen Center Внуково в период с 1 сентября по 31 декабря 2016 года за счет специальной цены и скидки за сдачу предыдущего автомобиля в зачет стоимости нового. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж Volkswagen Center Внуково. Квартиры в новом жилом комплексе «Мой адрес» на Симоновском. Продажи открыты. Комплекс полностью построен. Центральный округ Москвы. Метро «Пролетарская» в пешей доступности. Квартиры в готовых монолитных домах от 9 миллионов 100 тысяч рублей. Жилой комплекс «Мой адрес» на Симоновском. 151-99-19. 151-99-19. Код города 495. Мой дефис. Адрес. РФ. Жилые комплексы Москвы. Мой адрес. Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64. Код Москвы 495. Словарь спорта. Джиу-джитсу. Это вид единоборства, зародившийся в Японии, как и многие другие. Но от прочих его отличает манера ведения боя. На русский название этого искусства можно перевести как «мягкий стиль». Движения мастера джиу-джитсу плавные. Он не пытается сломить напор соперника, а уступает ему, выжидая момент, когда тот окажется в уязвимом положении. Популярный в наши дни бразильский стиль джиу-джитсу довольно далек от классического, так как создан преимущественно на основе дзюдо. Продолжение следует...